Всем привет, народ! И это 4 концовки игры. Две плохие, две хорошие. В плохих концовках я не стал вставлять осквернённый череп в трон Далилы, так как в хорошей концовке мы посмотрели, что из этого получается. Далилы лишь остаётся жива внутри мира. Картина есть, и мы сами того пожелаем. Что же, ребята, напишите, какая концовка для вас, кажется, самая каноничная и самая лучшая. Как по мне, лучшая концовка здесь это та самая, где Корва правит Сирконосом, Эмили на троне, никто не убит. Это самое лучшее, как по мне. Пишите, что нравится вам, и давайте приступим к просмотру. Род Абели прервался. На герцоге Луки большого дворца был достоин лишь один. Поднявшись наверх, с самых низов, он честно служил империей. Герцог Корва Тано, основатель династии. Далила, сама от его не подозревая, оказалась в воображаемом мире, где её отец исполнил все свои обещания, а её подданные безгранично любили её. Она пересекла океан во главе Великого флота и прошла пустоши Пандусии вдоль и поперёк. А в реальности Эмили верная, Эмили мудрая. Много лет правила исцелённой империи вместе с Корву, властителем Юга. Когда-то Соколов устроил переворот в промышленности, положив начало более просвещённой эпохи. Он общался со знатью, художниками, изобретателями. Он брал от жизни всё, что мог. Оглянувшись в последний раз, он со спокойной душой уехал домой, на далёкую холодную дивию. Есть вопросы, уйти от которых не выйдет. Нужно дать ответ. Меган Фостер исчезла без следа и появилась Эмили. Она очень надеялась найти себя и тех людей, которых смогла бы назвать родными. Отец. Эмили, что случилось? Давай сядем. Я всё объясню. Род Абели прервался на герцоге Луки. Большого дворца был достоин лишь один. Поднявшись наверх с самых низов, он честно снижил империи. Герцог Корва Тано, основатель династии. После смерти Далилы Копперспон, её ковен был разгромлен. Попытка переворота была подавлена. Императрица вернулась на трон и принялась тушить пожары, бушевавшие в её городе. Так Эмили справедливо исполнила своё предназначение. Многие годы она правила исцелённой империи при поддержке Корва Тано, властителя Юга. Когда-то Соколов устроил переворот в промышленности, положив начало более просвещённой эпохи. Он общался со знатью, художниками, изобретателями. Он брал от жизни всё, что мог. Оглянувшись в последний раз, он со спокойной душой уехал домой, на далёкую холодную Тивию. Есть вопросы, уйти от которых не выйдет. Нужно дать ответ. Меган Фостер исчезла без следа и появилась Милли Лерк. Она очень надеялась найти себя и тех людей, которых смогла бы назвать родными. Так человек, похожий на герцога, стал править кармакой и наслаждаться роскошной жизнью в Большом Норце. Никто не заметил подмены или не посмел спросить. После смерти Далилы Копперспон, её Ковин утратил силу и был разгромлен. Заговорщики потерпели поражение. В столице пришёл к власти новый император. Корва Чёрный захватил власть и истребил всех своих врагов. У его престола навсегда застыла его ненаглядная дочь. Когда-то Соколов устроил промышленный взрыв, мгновенно поразивший всё сердце империи. Он видел, как власть имущая использует его машину для войны и угнетения слабых. Он навсегда покинул Дануал и вернулся на север. Бессил, в отчаянии, превратившись в жалкую тень самого себя. Есть вопросы, уйти от которых не выйдет. Нужно дать ответ. Меган Фостер исчезла без следа и появилась Мелли Лер. Она очень надеялась найти себя и тех людей, которых смогла бы назвать родными. Меган Фостер. Да. Эмили. Отец, что случилось? Спокойно. Я всё объясню. Так человек, похожий на герцога, стал править кармакой и наслаждаться роскошной жизнью в Большом Дворце. Никто не заметил подмены. Или не посмел спросить. После смерти Далилы Копперспун, её Ковен утратил силу. Заговорщики были разбиты. Истинная императрица снова взошла на трон. Эмили мстительно истребила всех, кто предал её и стала править империей вместе со своим отцом, легендарным Корво Аттана, который всегда был при ней. Когда-то Соколов устроил промышленный взрыв, мгновенно поразивший всё сердце империи. Он видел, как власть имущие используют его машину для войны и угнетения слабых. Он навсегда покинул Дануал и вернулся на север. Без сил, в отчаянии, превратившись в жалкую тень самого себя. Есть вопросы, уйти от которых не выйдет. Нужно дать ответ. Меган Фостер исчезла без следа и появилась в Билли Лер. Она очень надеялась найти себя и тех людей, которых смогла бы назвать родными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова